Не видно, чтобы что-то горело. Горит? Горит? Много милости в Господе, слава Тебе, Отец, Сыны, Святой Дух, за великий этот праздник, праздник того, Господи, что мы осознали, что Ты сделал для нас. И поэтому желаем всегда пребывать в Слове Твоем, потому что это единственное, что человек, Господи, от Тебя может понять. Ибо все остальное это тайны домостроительства Твоего. Никак мы не можем прийти ко спасению, как только через Слово Твое, подкрепленное великими Твоими делами, а через них мы имеем чаяние к Тебе, Господу и Творцу, в надежде на искреннюю веру, которую мы испытываем, ко всему, что Ты сделал, Господи, для нас, и к этому воскресению, и что Ты нас тоже воскресил перед собой. Это великий от Тебя дар, который мы не можем осознать. Но, Господи, стараемся. Слава Тебе за все, Отец и на Святую Духамиль. Все, слушай, дядя Игорь сейчас будет на русском языке тут говорить. На русском языке все объяснит. Все, что тебе не понятно, ты вопросы задавай. Да, все тебе объясню. Галатия узнаешь, Декиликия, все, будешь знать. Смотрение целого, да, боюсь. Понты, Вифиния, Вифагия, Памфилия, Каппадокия. Я не ругаюсь, это просто такие местности называются. Там был апостол Павел и многие проповедники. Ну, давайте вот так. 12 глава Евангелия, Танна, 29-й, 30-й стихи. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром. А другие говорили, ангел говорил ему. Иисус это сказал. Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Видите? И вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Вот крест, видите, крест. Как бы, ну, всех обнять. Вот как мы на Пасху идем, и братья друг друга обынимем. Родцем братья, помните это? И нужно в этот момент проходят братья и святое целование. Причем братья, тут и сестры попадают. Поэтому слово братья не говорят, там, дорогая сестра, там, Пасха. Нет, просто братья, и поэтому все обезличены. Почему? Там мы будем различаться, мужчины и женщины. Прям, ну, женщины, женщины. Ну, прям, 33 года. Вот, и тебе еще нет 33, а маме уже больше 33. Но будешь ты как 33-летняя, и мама будет 33-летняя. И я тоже. Все будем с зубами, с ушами. У кого там нету конечностей, с конечностями. И СВОшники, которые потеряли, и фашисты, которые потеряли, бандеровцы, которые потеряли конечности там или глаза. Все будут предсануты Господом. Вот в полноте. И даже малыши, которые не дожили, и даже те, которые зародыши, уже получили духа человеческого от Бога. Ну, там, аборты, и все. Все будут в 33-летнем возрасте перед Христом. Самое интересное, родители будут знать, что это их дети. Это будет, ну, еще одна правда, которая высеет. А для чего? Ну, знаете, есть такое необыкновенное размышление, что нам надо будет все чувствования от Христа перенять. И вот то, что люди не веровали в Господа, мы это до такой степени остро прочувствуем, верующие люди так остро прочувствуют, что даже их дети, родители, которых они очень любили, там какие-то люди, и ты увидишь, что он неверующий. И почему? Все Господь покажет. И ты про, ну, душа человека, которая верующая, она просто от этой души прямо отпрянет сама. И все, и не будешь там от жалости плакать, как сейчас. Сейчас мы от жалости плачем по тем, которые ушли. Зная, что они, ну, перед ничего верующего не делались. А нам жалко. Это не чувствование Христовое. Но Господь нам это оставляет. Оставляет нам. Почему? Чтобы мы не потеряли, не охладели до конца к милости. Суд милости верует. Мы неправильно рассуждаем, неправильно судим. Неправильно. А Господь нам говорит, ну, хотя бы так, ладно, пока оставайтесь. А постепенно, даже здесь еще, мы приходим к правильному познанию. Почему вот у нас новоначальные, когда приходят, ну, некоторые спламенеющие, а некоторые сразу угасают. Вот сразу действуют четыре рода земли сердечной. Это первое, когда вообще человек не принял ничего. Второе, это принял и быстро засыхает. Очень много таких. Это основное, это вот именно такие люди. Они принимают. Почему? Есть милость, есть любовь к детям, к своим, к матерям, к отцам, к родственникам, к собакам, к каким-то животным. Есть, это доброта в сердце человека, оттуда, ну, от Бога, конечно. Умиление. Нет, умиление это другое. Умиление это ты, умиление, пред Богом может быть, только умиление перед этим детьми, перед людьми нет. Перед людьми может быть смирение. Нет, ну, умиление, что ты видишь, умиление. Нет, ну, слово правильное умиление, это когда ты, слово умоление. Не от милости, а от умоления Когда ты себя считаешь ниже, чем тот, кто перед тобой Это умиление называется Нет, ты говоришь, что животное любовь Но оно может быть не животное, а просто умиление Ну неправильное слово То есть ты посмотри в слове Умиление, то что ты хочешь сказать Это не так, это милование Вот это слово, тогда правильно А умиление, оно относится к Богу Умиление к Богу относится только относящийся Что такое умилиться? Умилиться придумала Поэтому умолиться станет меньше Ну понятно, утешиться вот такое ближе Вот Господь наш утешитель Что такое утешитель? Вот эти наши гордыня, то что самость в нас Дух Святой, он все это утешает Не то, что он нас утешает, когда мы там Плачем что-то Нет, не в этом от гордости Умиление Нежное, приятное чувство Возбуждаем и через... Возбуждаем и чем-нибудь трогательное Слезное умиление, не текли Ну да, ну трогательное, понятно Это же безбожники составили А если мы говорим о церковно-славянском умилении То это именно к Богу относящийся Ну понятно Понятно это все Возбуждаем и через... Да, 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 да Возбуждаем и через... Возбуждаем и через... Ну вот, 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 вот Я про это вот именно Сердечное сокрушение Связанное с сожалением о грехах и смирении Да, да, да Второе, нежное, радостное... Ну это... Ты же хорошо, что ты Мы встретили, ты их почитала бы И то же самое слово благодать Нельзя ее просто как какую-то силу Благодать, какая-то одна сила Благодать это главное понятие Если ты правильно понимаешь Тогда можно говорить о каких-то силах Уже энергиях там и так далее То есть ты меня поймешь А людям благодать это даром данное спасение От Бога Вот Бог нас не видит Вот не видит он нас Вот так смотрит, а нас нету Почему? Нету никакого тепловизора от нас Мы не теплые, мы холодные камни лежим А Господь как в тепловизор смотрит Нету, где, где А, вон там что-то клеит Господь дает ему в этот момент Понятие о себе Ну такая начальная вера Ну как не до конца Духа Святого И мы ищем Христа То есть уже Христос есть Почему не могли это сделать в Ветхом Завете Они шли к храму А храм все равно Все темное, непонятное Во мраке собрал Господь в омгле Господь соблаговолит обитать в омгле Написано И поэтому святая святых Темная комната была С двумя маленькими щелочками Из которых торчали ручки от ковчега Туда чуть-чуть пробивалось света Иначе как бы туда зашел С окроплением Священник там ничего не видно Споткнется, голову запьет Поэтому немножко там что-то было Подчуривался И там же еще крылья Между крыльями Господь говорил То есть надо было хоть направить Свой взгляд туда Где Господь-то говорит И Господь отвечал Мало примеров Практически нету никаких То есть это была тайна Он выходил И действовал так Как Господь сказал И поэтому Все продолжалось у них Вот в этом плане Чтобы не было идолов Чтобы жертву приносили И вот Подошел он к вратам И жертву подвел за собой Человек За собой привел И вышел Левит Священник И в этот момент Теперь начинается Тайна домостроительства Это животное Осматривается И священник говорит Благословляю И разлагает На голову Этого животного Руки своей В этот момент Он разлагает На голову Если по сегодняшнему брать На много завет На человека И Петрахиль налагается И Петрахиль Это овца Агнец Это Агнец Только Христос А тогда Были животные В те времена И поэтому И это животное Закалывается То есть убивают Его прямо здесь Не в храме А вот Там были две горы Одна Это не все понимают Одна Сион Два холма Было Один храм Сион На нем Располагалось Святое Святых Там и так далее А потом Вот такое Понижение было Тогда Это при этом И ради великом Засыпали И стала Одна гора Вот как сейчас Где стоит Эта скала Лежит Ну называется Там кусок Огромной скалы Почти 14 метровой длины И высоту Два с половиной метра Ну как клин Такой Откуда он взялся Непонятно И называется Купол скалы Он закрыт Это полумечеть Там молятся они Но она Странно выглядит Такая решетка Там Никто не видел Посмотрите Ну такая Неказистая Из серебра Позолоченная Ну короче Не поймешь даже То что я объясняю Я просто видел Так невнятное Все по кругу И там они молятся У них же нету Там Где амбона Или еще Ну там есть Это алтаря Есть там у них Какое-то возвышение Где становится Имам Или Другой Религиозный деятель Высшестоящий Мусульманс И он там Молится И говорит Речи Через Коран У них Писание свое Вот так вот А дальше Там Где вот гора моря Там у мечети Этого Аль-Кайда Аль-Кайда Или мечеть Амара Называется Это она уже Где моря А это где Вот приблизительно Где Сеон Вот так храм делился То есть переходили И здесь Закалывали Это животное И говорят Гора моря Дымилась там Там она Вот этими Всеми Там вот Когда жертва За грех Полностью Сжигается Вне стана Все Сжигается Вне стана А жертвы мирные Кожа Сжигается Вне стана Копыта там Все там Рога Головы А мяско Синай И Сион Еще многие путают Тоже Я сам путаюсь Иногда говорю быстро Потом заговорюсь И начинаю А вот Моря Это вот рядом Их всего Семь Различных Было Гор Вершин Одной Большой горы Это Которая Составляла Иерусалим Или Иевус Еще так Называли Иевусеи Были Такие Иевус Запоминай Потом Запишешь Так Ну ладно Давайте Дальше А то Я растек Самые Слежит Если Не записывать То Ничего Не запомнил Не Записывать Не Запомню Нет Этим Играть Нельзя Это Относится К святости Так Как Очень Многие Были Грубы И невежественны То Они Сочли Голос За гром Хотя Голос Этот Был Членораздельный И Весьма Ясный Это Говорит О том Что Людям Часто Часто Господь Говорит Они Не Могут Просто До Такой Степени Каменный Сердцем Что Не Воспринимает Поэтому Господь Теперь Говорит Не Часто Ну Кто Не Понимает Тут Не Понимает Я Игнати Ивныч Понимаю Почему У меня Типа Такого же Было Господь Обратился Вот Так Ну А кто Не Понимает Они Начинают Непонятно Что Издеваться Сильно Ибо Они Скоро Забыли Слова Голоса Удержавшие Только Его Отголосок И И Помнили И Самые Слова Голоса И Говорили Что Говорил Голос И Прославил И Еще Прославлю Однако же Не Понимая Какой Смысл Их Слов Думали Что Ангел Проговорил Ему То есть Христу А потому Слова Сии Как Сказанные Ангелами И непонятные Для них Ну Остались Для них В неведении То есть Вопросов Не Задавали Вот Как У Нас Вопросы Задают Только Тогда Когда Ну Не Знаю Как Надо Разлохматить Тесты Вот Эти Вот Александр Борцов Ну Я Послушал Ну Может Быть Для Для Людей Надо Пускай Они Хоть Так Ну Хотя Б Хоть Что Они Там Запоминают В принципе Я Посмотрел Что Если Тест Ты Делать То Не Так А Вот Кто Готовит Занятия Вот Ты Прошел И Ты Хочешь Будь Учителем Настоящем То Ты Должен По Каждой Главе Составить Краткий Обзор Вот Это Что Глава Сказала Там Не Так Много Глав Чтобы Допустим Вот Послание К Фессалоникийцам Первое Второе Послание Чем Они Отличаются Сразу Что Общего У них Чем Они Отличаются Послание К Фессалоникийцам Чего У них Там Такого Случилось Что Нужно Было Послание Если Ничего Не Случилось Поблагодарили Ну и Местописание Просто Показать Это Сложно Запоминать Кто-то Можете Запомнить И И Дальше Что Было О чем Сказал Апостол Конкретно Не надо Придумывать Что Вот Это Правильное А Один Тут Неправильный Или Все Правильные Ну Это Запутались Все Сто Процентов Я тебе Говорю Потому Что Я Там Слушал И Думаю Ребят Вы Сами Запутались Подходят Одно Там Много Чего Подходит И Там Взяли Позапутались Зачем То Сатану Вместе С Антихристом Зачем Это Вообще Делать Нельзя Этого Ни в коем Случай Хорошо Там Вышел Кто-то И Сказал Так Все Так Этот Антихрист Он же Не Сатана Будет У него Просто Дух Будет Сатаны Душ Ну Душ Он Возьмет Ну Зайца Продать Душ Это Будет Что Это Будет Человек Страшный Человек Конечно Коварство Там Будет Необыкновенное Там Просто Знаете Как Говорят Восточная Мудрость Вот Как Китайцы Начинают Две Страны Один Путь Там Восток А Напротив Запад Ну То Есть Такое Как Масло Масленное И Все Понятное Но Что Там Они Хотят Этим Рассказать И Потом Тензисы Там Свои Ну В общем Видно Что Ребята Тоже Хотят Что Кстати Не скажу Что У них Деньги На первом Месте У китайцев У китайцев У Американцев Они Свои корпорации Охраняют То есть Богатых Людей Это Понятно Через Настоящих Масонов То есть Евреев Действие Идет А В Китае У них Вот Их Культура А Что Такой Их Культура Это Полу Буддизм Полу Конфуцианство Полудаосизм Попробуй там Проверни Это все То есть Ясно Что Ко Христу Никто не придет И почему Вот думаете Сейчас у нас Хорошие Пекино Московские отношения Кремлевские Почему Вот как Догадайтесь Да потому Что мы Никак на Китай Не влияем Своей религией А почему Мы вообще Не опасны Без зубы У нас Религии Нету Никакой Нас Христос Сказал А я Говорю вам Любите Врагов Ваших А мы Только На словах Любите Зазаикались Че Зазаикались Ну Любите Врагов Ну Конечно Еще Как Он Бронетранспортер Осветили Сейчас Поедет К ним Подарки Повезет Ну Эти небольшие А бывают И большие Сейчас Вот учение Будет У нас Вообще Огромные Подарки Атомные Называются Ядреные Подарки То есть Ну Что это Такое Ну С одной Стороны Конечно Гордость Должна быть И так далее Ну Я понимаю Как это Атом В мирных Целях Это понятно Но На нас же Нападают Мы не можем Поэтому Вот мы так делаем Ну Вы правду Просто скажите Что мы Не верим Христу Ну Скажите Правду Хоть раз То вы Ну И на колени Встаньте Предгострованы Скажите Господи Мы Мы Тебя Не понимаем Мы Не можем Осознать Как Любить Врагов Когда На нас Идут Бандеровцы Там И фашисты И капиталисты И империалисты Ну Все Нас Хотят Победить И Японцы Эти Самураи Ух Поганая Религия Ужас Мусульмане Просто Это Ангелы Какие Очень Дорого Удовольствия Очень Все Тебя Все Тебя Все Будут Гнать Горе Тебе Если Все Говорят О тебе Хорошо Горе Ну Ну Что Сказать И Поэтому Естественно Я Представляю Когда Правители Сегодняшние Вот Эти Бойцы И Они Оказываются Там И Что Они Видят И Самое Главное Он Там Уже В Аду И Там Ему Капают Ну Дайте Мне Покапать На язык Все И Там Мои Там С позывным Там Лохматый Там Лох Какой Нибудь Самсон Там Или Еще Чего Нибудь Пошлите Вот Этого Воскресите Его Лазаря Ну Хорошего Доброго И Пускай Он скажет А Господь Скажет Да Все Было Уже Было Вы Просто Не читали Не Знаете И Даже Мертвый Страх И Ничего Не Будет Ну Ну Вот Игнати И Рассказывает О Усть Ужагин Клавдии Это Было Здесь Барнауле У Нас Это Практически Единственный Случай Вот В Современной Истории Начинают Революции Чтобы Вот И Все Подтверждает Почему Еврей Был Операцию Шойхет По Моему Нет Не Шойхет А Как же Его Шойхет Это Игнати Очень Как же Как же Как же Мах Ты Забыл Тоже Такая Накапан У него Типа Никаганович Только Ну В общем Еврей И Он До Такой Степени Маститый Был Профессор И Тогда Это Было Все Таки Не Сегодняшнее Время Ни Фейков Ничего Не Было И Вот Эти Орди Орди Натур Были Вот Эти Врачи Которые Там Молодые Очень Много Людей Это Видели Да И В морге Она Уже Лежала Вот Что Дело И Причем Не Один День Лежала Да Ее Там Приходили Смотрели Швы Там Что Не Там Что Подшито Но Очень Плохо Да Чтобы Не Вываливать Там Нет Такого Чтобы И Все Вывалено Нет Просто Все Записали Что Там Разложилось Все А потом Когда Она Жила Ее Обратно Вскрыли Все Это А у Ней Все На Месте Вот Так Ну И Что Стала Верующая Она Очень Много Говорила Она Такого Что Вполне Соответствовала Библейским Стандартам Нашим Так Скажем Библейским Описанием Да Богородицы Как Себя Вот Ну Как Женщина Которая Там Ее Встречала Как Вела Не Можно Все Это Представить И Сказать Что Так И Было Но Для Чего Тебе Все Это Для Чего Все Боялась Что Ее Отравят Что И Так Далее То Пошло Все Не Туда Как Господь Выбирает Таких Людей Для Чего Кто Знает Мы Не Знаем Это Тайна Может Сын Ее Убировал Может Внук Может Какие Люди Убировали Зоя Еще Может Быть На Меня Повлияло Это Я Вопросы Задаю Примеры Как Вчера У нас Это Уезжает Милехин Владимир Куда То Ну Со Своей Семьей Они Уезжают На Следующей Неделе И Мы Говорили Как Раз О Первенцах Я Кто Такие Первенцы И Первенцы У них Это Те Кто Первые Куда Приходят Чего Там Первый Ну Детей Я Говорю А Ну Вот Сейчас Мы Попросим Говорю Папу Владимира Чтобы Он На Примере Нам Показал Кто Такие Первенцы Я Говорю Папа Покажешь С удовольствием Покажу Вот Посмотрите Пожалуйста Вот Это Мой Первенец Вот Это Всеволод Я Говорю А Тебе Еще Наверное Второго Третьего Тоже Охота Говорит Очень Охота Я Интересно Сейчас Перемешалось У нее Первенец А у него Не первенец Вот Это Ну Женится Второй Третий Раз Ну Разберутся У того Отца Который Там Будет Первенец А Если Он Не Рожал Какой Он Ему Первенец Первенец Тут Так Что Нет Только По Отцу Да Там Фараоне Говорится Нет Подождите Не захватывайте Пока Все Власть Еще Придет Антихрист Вам Будет Хуже Да Сейчас Вот От погибшего Воина СОО Рожает Говорит Там Заморозила Его И уже Решила Третья Ну Его Нету Просто Отца Уже Никак Тут Никак Без Никак Без Этого Какого-то Замороженного Не Обойдется Показывают Этого Ну Киркорова И Он Как-то Так Сделал Без Жены И у него Двое Детей Они По-разному Да Они Вылитые На него Похоже Видел Нет Вылитые Похоже И пацаненок И девчонка Прям Одно Лицо Я даже не пойму Что мальчик Кто девочка То есть Значит Работает Это Работает А главное Это нам Не это Главное Не это Господь Ну вообще Интересно Тут уже Вопрос Как раз У меня Идет От души И теле Когда Человек Лежит И у него Господь Дунул В дыхании Жизни Нам понятно Как бы Вдунул И вот он Лежит Такой И как бы Вот А тут В Женщине Женщина Она собой Изображает Адама Именно Женщина Тайны Такие тайны Я вопросы Просто люблю Задавать Но ответов Нету Нету Ну я просто Немножко Намек Делаю Женщина Она Помощник Мужчины Помощник А в чем Помощник Не Адам Должен рожать Ему некогда Он мужественный Должен быть А это Как бы Женская часть И говорят Вот мужчины Которые там Ну Мужскими делами Не занимаются Не воюют Там Не злятся Там Не убивают И так далее Ну то есть Они как бы Начинают Становиться Женщины Ну то есть Понятно Что как бы Женщине Хотят А этот Эти Санду В Молдавии Или там Эту Которая везде ездит Фон дер Лянь Это Или там Это была такая Англичанка Там танцевала Показывает Такая длинная Все Дудочка Штаны Это Премьер-министр Что у них была И они Направляют Войска Они направляют Оружие Не надо нам Женщины Говорить Что они Все Женственные А если Значит Они мужики Стали Вот в европе Все Перемешалось Они поняли Женщины Что надо Просто Сила И все И это Неправильно Оказалось Жестокость Что они У них У них Есть цель У мужчины Нет цели Переплюнуть Женщину Смысла Никакого Нет Переплюнуть Женщину защищаются то есть это вот это отношение мужчины к женщине она переносится вот в нашу жизнь везде женщина она как говорится в мягким языком перемелет все кости какие бы там ни были мягким язычком и называется еще ласковое дитя двух мак сосет ласковое дитя поэтому ласковый тень вот так вот так тоже далеко ушли можно давайте слова сие имеют такой смысл натихнусь еще долго ныне совершается суд и отмщение за мир сей вот так суд ныне когда до сих пор идет этот суд господь говорит пришел я не судить миловать пришел пока сейчас милость пришла вот у нас идет милость царство небесное а когда придет суд он будет короток и ясен тюк и все а вот протестанты не могут этого понять вот этих слов сопоставить и они начинают тысячелетнее царство будет еще христа а он восхитит всех кто верные сейчас а эти которые не верующие тут будут на земле еще тысячу лет жить а с кем они будут жить но в царстве христа будут они жить в царстве христа да это царство небесное царство христа одна ученица нет там тоже слушает и даже подрастающие у нас временные батюшка такие кондиции все разобрали да да все забрали где 30 минут все закругляемся вопросы задавайте у кого есть пожалуйста кстати очень мало комментариев вообще я смотрю комментарии никто не пишет ни вопросов ничего нету матросов нет вопросов я так понимаю что все падает или она насквозь пропадает как это на камень как это в ухо возлетает за это или до такой степени все становится веру верным что я еще раз говорю урок начинается с поставления задачи и в конце урока и то что мы сегодня узнали поэтому если у нас братья подводили итог урока что мы узнали ну нет это надо что это надо чтобы вот тут люди сидели через это мы никак не узнаем если это проверял вот у меня передо мной дети вот так вот вот дети вообще это они пока дойдет они слушают слушают и там время летит а взрослые у нас то же самое как будто там туннель где-то все спрятались в кубинских туннелях где вооружение держит они глубоко под землю их много разветвленная сеть никого нету ты где там ау никого и борцов сам иногда меня наверно не слышно меня наверно не слышно а я все время отключаю я там еще будет какие работы на компьютере делаю слушают я отключаю себе и пока я включу там туда-сюда иногда успеваю да слышно тебя брат слышно все молчат вам как вы как партизаны и все что-то боятся и вот некоторые на меня выходили и как бы мы вас боимся и врачи у меня вы все сделают у кушу или чё чем а потом начинает такие вопросы задавать я гручу вы не боитесь такие вопросы задавать глупые чем запугал то тем что столько много надо знать о христе высотой какие мои требования то все все знали за прочитали хоть перед этим написано же у нас в этой в нашем каком томе то в томе как он сейчас скажи где вам по аму по марку 3 3 3 до 3 туми написано перед этим не меньше трех раз прочитывать текст слова божьего чуть не понятно не читает просто и все очень же ангелопияши благодать не чистая дева радуйся и пак и реку радуйся твой сын воскресе треневина гроба и мертвые воздвигнули люди веселитесь святия 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 новый иерусалиме слава бога господня на тебе воссия ликуй мне веселись а сионе ты же чистая красусь а благородица а восстание рождества благородица так кто ты молилась сережка давай помолись сергей точно господи благодарим тебя что собрал нас в воскресный день да погромче чувствует благодарим тебя господи за это время за то что позволяешь нам прикасаться к слову твоему господи слава тебе дай нам все услышанное принять веру и исполнить тебе слава послаем отцу и сына святого духу ныне пресняйте веку это точно прикасаться раньше это два часа занятия были а сейчас вот полчаса и уже тебя полчаса а дальше может еще хочет у меня бабушка дарья была знаешь она что делала она делала а у ней были свиньи барбийский жила посреди это у них там на первом этаже сталинская двухэтажка высокие потолки такие на прям напротив стайка там обязательно свинушек парочка была курочки и я когда приезжал то она делала свиную колбаску рулетик такой вот в этом плане добрая была бабушка так не очень не любила беру жалей рекордов у Продолжение следует...